Хатха-йога на коврике никогда не поможет человеку перевоплотиться. То есть сдать самый главный экзамен, который у каждого из нас будет. Бодхисаттвы создают трудности, которые непреодолимы для обычного человека. И только великие практики могут эти тяготы пережить. Если вы зависли на хатхе и не пошли вглубь, если вы не начали осваивать медитацию, ничем хорошим ваша здоровая, сытая жизнь не закончится. Потому что хатха-йога действительно сдаёт здоровье. Но если человек не владеет своим разумом, то он будет это здоровье использовать, мягко говоря, не по назначению. Она сидела на этом леднике для того, чтобы её взгляд на явление очистился. И вот адские переживания, которые у неё были, они необходимы были для того, чтобы она поняла, кто такой Панавасамбхава, какими качествами он обладает. Шандаракшита смог доказать, что ваша практика без служения и накопления благодарностей никогда не увенчается хорошим просветлением. То есть само понятие пустота без служения обществу, оно впустую будет. Ну что ж, друзья, поздравляю. Мы добрались до первого такого значимого места в Тибете. Это Самье, монастырь Самье. Сейчас это более туристическое место. Да, здесь есть некоторое количество монахов, которые выполняют определённые практики и определённые ритуалы. То есть скамейки, которые вы видели, они рано утром здесь собираются и в определённые дни читают определённые сутры. То есть у них такой вот распорядок. А домики по периметру, которые вокруг монастыря, это непосредственно кельи, в которых живут монахи. Самье был разрушен в период так называемой культурной революции. Здесь в прямом смысле слова на этой территории был скотный двор. Держали животных для производства чего-то, наверное, да. Ну и, соответственно, когда в 80-е годы в обратную сторону началось немножко движение развития каких-то культурных ценностей, которые были издревле на этих территориях, то все эти монастыри, они восстанавливаются. Было разрушено практически, наверное, 95% всех храмов, которые были на территории современного Тибета. И надо дать должное, современное, наверное, Министерство культуры Китая. Ну, они ведают вот этими вот вещами. И они проделали за последние 20 лет, даже на моей памяти, 23 года, да, когда я сюда приезжаю, они проделали большую работу по тому, чтобы эти места хотя бы можно было посещать, чтобы туристы из разных стран могли приезжать и, соответственно, знакомиться с этой культурой. Да, сохранились определенные реликвии, которые с того времени дожили до наших дней. Но, думаю, Гайд вам все более-менее рассказал, сущностное, связанное с этим монастырем. А я сегодня попытаюсь вам рассказать нечто по сути. Всего бы этого не было без одной легендарной личности. Кто бы, вот если бы не проявился в этом мире, что бы саме бы не возникло. Кто, о ком мы говорим? А кто помнит? Подмосамбава. Или как его еще называют в переводе? Лотос рожденный. То есть тот, кто родился в лотосе. Совершенно легендарная личность, которая... Она мистическая. Его нельзя назвать человеком, потому что он преодолел человеческие качества давным-давно. То есть когда он еще родился, проявился в этом мире, проявился он не так просто. Наверное, мы отмотаем вообще на две с половиной тысячи лет назад к событиям, которые предшествовали всем остальным действиям. Будда Шакимуни предсказывал, что его учение, то есть его дхарма, которую он давал людям, она сохранится буквально в течение пятиста лет. После того, как пройдет пятьсот лет, начнется определенный период подобия дхармы. То есть есть три периода, которые остаются после каждого тадхагаты. Слово тадхагата, все понимают, о чем речь. Кто не понимает, что такое тадхагата, поднимите руки, тадхагата. В переводе так пришедший. Это... Ну, нужно пример какой-то привести. Какого гуру вы, какой-нибудь известного знаете, например, там, Валмики, или Васишта. Знаете, эти имена нет? Не в курсе. Ну, какое-то имя, Валмики, да, все знают? Он Махабхара тоже писал, то есть такая вот известная личность. Вот представьте, что Валмики будет в течение неисчислимого эона Кальп находиться на пути саморазвития. Значит, каждую новую жизнь, в которую он будет перевоплощаться, ему будет все легче и легче осознавать себя именно персоной, которой он был до ухода из прежней жизни. То есть, короче, промежуток, он все меньше, меньше, меньше. Понят логика? Потому что человек, который, вернее, живатма, который живет в большие промежутки времени и более-менее в одинаковых условиях, то его мало что интересует в социальной среде, он сразу идет внутрь себя. Так вот, если мы возьмем пример такого, какого-то знаменитого, именитого гуру, который у всех на слуху, то на определенном этапе он перепробует все возможные модели саморазвития и самосовершенствования. Все возможные, весь спектр. И тогда получится, что ему уже воплощаться не имеет смысла, потому что материально его перестало интересовать еще очень-очень-очень давно. Его на определенном этапе начинало интересовать только духовной составляющей. Но и в духовной составляющей он достиг всего. То есть, ему уже нет причины для рождения. Поэтому, так и говорят, так пришедший или Татхагата это тот, кто рождается без личностной причины. Но он рождается ради тех, с кем у него были когда-либо кармические связи в прошлом. И вот эти персоны, запомните, это имя Татхагата, вы его в сутрах периодически будете находить, потому что обычно в социальной среде используют имя Будда. Но Будда это такое, знаете, как бы жаргонное, а вот Татхагата это именно по сути, то есть по сути этой личности. В нашу эпоху считается, придет пять Татхагат. Кто из нас ездил в Индию и Непал в тур, поднимите, пожалуйста, руки. Индия и Непал, да? Значит, помните, мы в Лумбине находились в трех местах место рождения Будды Шукимуни, место рождения Будды Конакамуни и место рождения Будды Кракучандры. Ну, в этом году, на место рождения Будды Кракучандры мы только в этом году смогли проехать, а там была очень плохая дорога, но они, в общем, все родились в одном месте. Будда Шукимуни родился там же, соответственно, где родился Будда Кашьяпа, считается, что это возможно где-то рядом с Варнаси, то есть недалеко от города Варнаси. Так же и Будда Майтрея, который родится где-то там же, недалеко от Варнаси. Вот эти пять Татхага, то есть те пять персон, которые переопатятся в этом мире для того, чтобы возродить определенные знания, которые с течением времени выветриваются. Так вот, если вернемся к Будде Шукимуни, я не хочу просто долго рассказывать, иначе просто поясню, почему лучше издалека начать. Если рассказать только саму суть, которая связана с самье, вы многие вещи не сможете усвоить. А если рассказать издалека, тогда вам будет понятно, почему подводящие события привели именно к этим событиям. То есть, почему определенное развитие событий привело к тем или иным явлениям. Но тем не менее, Будда знал, что в Индии буквально через 500 лет его дхарму выдавят брахманы. Брахманы сильно не любили Будду Шукимуни, потому что он ломал кастовую систему. То есть, он ломал определенные концепции, за которые родили так называемые брахманы. И, естественно, при первой возможности они это все выдавливали. То есть, буквально через 500 лет все было уже разрушено. По одной из версий даже, у Падамасанлавы было две основные помощницы, которых тоже людьми, девушками, их очень трудно назвать, потому что они как таковыми, представьте, девочку, которой из лука острой стрелой стреляют в глаз, в зрачок, и стрела отлетает. Ну, то есть, представляете, это не совсем человек, но тем не менее, это я про Йоши Цугьял рассказываю в частности. Ну, то есть, это существа, которые перестали быть людьми в своей молодости, так можно сказать. И по одной из версий, Мандарава осталась в Индии для того, чтобы сохранить хоть какие-то крупицы дхармы, которые в то время еще остались при Падамасанбаве. Но они понимали, что если Падамасанбава сюда уйдет, объем работы будет такой, что ему уже не вернуться. И он здесь нашел себе другую помощницу, но всему свое время. Так вот, Будар Шакимуни предсказал, что примерно через 1300 лет после того, как он идет из этого мира, проявится личность, которую будут называть Лотоса Рожденной. Точно так же в одной из сутр говорится о Цанкапе, что это тоже предсказанная личность, которая, я это вам в Гандене уже расскажу, в монастыре, который мы будем посещать. То есть Будда дал определенные предсказания, которые, соответственно, потом реализовались в этом мире. И, соответственно, Падамасанбава должен был сохранить, если сказать законсервировать, это такое странное слово, он должен был сохранить тхарму Будды. Мы сейчас с вами здесь собрались, я смотрел, как вы ходили по самье, и я видел, что многие из вас делают поклоны статуям, то есть вы, видимо, в теме, то есть вы понимаете, куда вы приехали, для чего вы приехали, и у вас есть определенное количество информации об учении тхармы, то есть о том, что дал Будда. И поверьте на слово, если бы Падамасанбава не сделал свой рейд сюда, в Тибет, вы бы, когда родились в этом мире, через две с половиной тысячи лет, здесь бы никаких знаний о Будде Шакимуне практически не было. То есть была какая-то информация, да, вот был Будда. Приведу пример. В этой жизни я услышал о буддизме, когда мне было, наверное, лет 10. Я родился на Кавказе, недалеко от Калмыкии, и у моего деда какие-то родственники жили в Элисте, это вот где буддисты как-то проживали. И мне лишь сказали следующее, ну они там какие-то другие, у них там другая вера, всё, больше никакой информации, понимаете? И, скорее всего, если бы Падмасамбава не сохранил через сам ей другие свои действия Дхарма Будды, мы бы не владели этой информацией вообще, никаких бы сутр не было, и жили бы мы, мягко говоря, иначе. Так вот, что сделал Падмасамбава? Когда он сюда приехал, приехал он именно по причине того, что все попытки до него распространить Дхарму заканчивались ничем. Здесь была религия Бун, весьма кровожадная религия. Всё жизнь сделалась на жертвоприношениях, постоянных жертвоприношениях. Если хотите поближе познакомиться, почитайте описание Йоши Цугиал. Как называется, кто помнит книжка? Супруга Лотоса Рождённого. Супруга Лотоса Рождённого, да. И вторая книжка, да, знаменитая Егиня, не почитайте, если вам интересно. Просто сейчас, знаете, я сам периодически сталкиваюсь, в Москву приезжает какой-то представитель Бон и будет давать какую-то лекцию, например. И все эзотерические ребята, буддисты, они говорят, о, какой-то лама приехал, нужно пойти послушать. Но они не понимают, что этот лама, он будет иногда говорить вещи, диаметрально противоположные тому, что говорил Будда. Люди просто не владеют до конца информацией. В общем, Бонцы весьма жёсткие товарищи были. Весьма и весьма. И, кстати, здесь было соревнование между Бонцами и буддистами. И, кстати, Йоши Цугиал показывала способности. Она тогда была молодая девушка, там, в районе 25, наверное, 30 лет. Очень молодая, потому что всего она прожила 250. Йоши Цугиал. То есть представьте, 250 — это одна десятая срока её эволюции. И тем не менее, в то время она уже владела ситхами, потому что была дилемма. Все министры у Трицон Доцена были Бонцы. То есть они говорили, Бон — это наше всё. Наши предки были Бонцы, это вот всё правильно, мы так должны тоже следовать. И, соответственно, когда пришёл Подмосомбава, он не мог продавить реальность полностью силой. Он вынужден был согласовывать свои действия с нормами того общества до некоторой степени. Хотя Подмосомбаву нельзя назвать, что он там шёл путём, которым шли все. Нет, Подмосомбава шёл напролом всегда. Но тем не менее, в той ситуации с министрами они пошли политическим путём. Пригласили Бонцев, и Бонцы начали демонстрировать свои способности. И вот в описании описывается, что они делали. Они попросили привезти, допустим, 10 яков, какое-то количество верблюдов, ну, в общем, каких-то животных. И начали их, как мясники, разделывать. То есть они убили животных, сняли с них шкуру, шкуры растянули на земле, и на эти шкуры складывали мясо этих животных. Потом начали читать определённые заклинания, которые приглашают духов, поедающих плоть. И люди, все присутствующие, они буквально начали видеть, что с чавканием мясо с этих шкур начало исчезать в никуда, в альтернативную реальность. То есть эти вот существа из альтернативной реальности, они могли поглощать это мясо. Кровь, которую спустили с этих животных, поместили в такие чаны. Так вот в этих чанах кровь, она кипеть начала. То есть вот такая энергия деструктивная была. Ну и, соответственно, вот когда они это всё показали, что вот такие мы могущественные, у нас такие духи сильные, там вот магия у нас такая могучая. В общем, они говорили им, бойтесь нас, в общем, и тогда осень будет хорошо. Вышла эта девочка, 25-летняя, прочитала мантру, хлопнула в ладоши, соответственно, щелкнула пальцами. И вот пять именитых лам, бонцев упали замертво от того, что она хлопнула в ладоши и щелкнула пальцами. Ну и, соответственно, все увидели, что она тоже владеет силой. Но потом она к ним подошла, по-моему, подуло им в рот, и они ожили. И когда они ожили, она им сказала, вот я вас смогла убить и оживить. Это моя сила. А вы сможете оживить тех животных, которых вы убили? И они сказали, что не смогут, потому что их уже съели. Тогда, соответственно, было наглядно показано, что тот, кто может убить и вернуть жизнь, он намного более эволюционно развит, чем тот, кто только может убивать. И вот с того момента буддизм стал главенствующей религией. Ну и это действительно религия, но на самом деле не это самое главное. Самое главное, наверное, стоит рассказать о том, как Падмасамбао вообще пришел к этой ситуации, какими силами он обладал и благодаря чему эти силы у него появились. Потому что большинство из вас, вы преподаватели йоги. То есть вы занимаетесь йогой. Поднимите, пожалуйста, руки. Сколько из вас преподавателей йоги? Выше, выше. Вот я именно персонально для вас сейчас буду рассказывать то, что крайне редко рассматривают в каких-либо путеводителях или еще что-либо. Потому что нужно очень внимательно рассматривать путь человека, почему он пришел к таким способностям. Если вы будете всю свою жизнь кувыркаться на коврике, знаете, я периодически вижу каких-то йогинов, которые на коврике сами закручиваются в узлы и других обучают там 30-40 лет. Такие есть. То есть 40 лет он продвигает хатха-йогу. Но понимаете, в чем проблема? Если, когда я вижу таких людей, я понимаю, что они на самом деле в йоге вообще ничего не понимают. Хатха-йога на коврике никогда не поможет человеку переоплотиться. То есть сдать самый главный экзамен, который у каждого из нас будет в должное время. И получается, что если вы зависли на хатхе и не пошли вглубь, если вы не начали осваивать медитацию, ничем хорошим ваша здоровая, сытая жизнь не закончится. Потому что хатха-йога действительно сдает здоровье. Но если человек не владеет своим разумом, то он будет это здоровье использовать, ну, мягко говоря, не по назначению. И вот мой вам добрый совет. Ищите книги в Ападамасамбаве, читайте, перечитывайте, ищите маленькие намеки, какими способами он пытался энергию не просто накопить, а он эту энергию давал во благо. Более того, в Самье один из учеников Санта-Ракшиты он доказал, здесь был большой диспут, диспут у буддистов. Примерно через 300 лет, по-моему, как вот в Самье образовали, диспут заключался в следующем. Есть разные школы. И разные школы в буддизме, они продвигают разные концепции. В Китае, в Дзене, есть такая концепция пустоты. И они продвигают, что нужно познать пустоту, и только тогда к тебе придет просветление. Так вот здесь один из учеников Шанта-Ракшиты, он смог доказать, что ваша практика без служения и накопления благодарностей никогда не увенчается хорошим просветлением. То есть само понятие пустота без служения обществу, оно впустую будет. И вот с этого момента как раз и пошел определенный этап, когда люди начали задумываться о пути бодхисаттв. Не просто быть йогом, который живет ради себя, ради каких-то достижений, личных целей, а уже начинают шире смотреть не только о себе задумываясь, но и окружающем мире. Это так называемый путь бодхисаттв. Я попытаюсь вам сегодня рассказать несколько таких ключевых моментов, каким образом Падмасамбава достиг такой реализации. Нашим современникам это практически невозможно, потому что, в частности, считается основополагающим то, что дало огромную силу Падмасамбаве, это было житие, пребывание на восьми кладбищах, где он жил в максимальной отдаленности от соцума. Вы в основном приехали из западных стран. Вы не сможете это реализовать. Это можно реализовать только в теплых странах, типа Индии, где круглый год на кладбище тепло. И тогда можно там жить. Когда умирают люди, им приносят какую-то еду, знаете, вот там как это, умершим, как это называется, вот подношение еды умершим? Поминки, да. Требы, наверное, да. То есть оставляют еду, и вот те егины, которые жили на кладбищах, они брали эту еду, ели, практиковали на следующем этапе. Я надеюсь, особенно наши зрители адекватно воспримут то, что я сейчас буду рассказывать, потому что это будет выходить за рамки вообще нормального. Подмосомбава на определенном этапе начал питаться телами тех людей, кого оставляли на кладбище, потому что их приносили и там оставляли. И что делал подмосомбава? Он срезал их плоть, и эту плоть преобразовывал в пищу, которая превращалась из мяса в, как сказать, в вегетарианские блюда. И сам ел, еще и других кормил. На определенном этапе он ходил в одежде из кожи трупов. Я понимаю, что вы так послушаете, думаете, слушайте, но это перебор. Если такой путь саморазвития, чтобы достичь ситхи, да лучше я поживу, как все, и все хорошо. Хорошо, если так подумают. А некоторые могут подумать, ну, может быть, так надо делать, и тогда будешь подмосомбава. Да, второй момент. А? Да. То есть практики, ну, знаете, я бы не стал это сравнивать с современными акхориками, которые, ну, часто все, просто поехавшие крышей. Ну, то есть, вот я сколько людей не встречал, сколько не общался, у них даже адекватности нет. То есть они продвигают какие-то концепции, которые, ну, человек идет не просто в тупик, он уже почти в пропасть падает сам, еще и других тянет туда. Потому что вот они позиционируют, ну, вот хорошо, поднял ему руку, рука уже отсохла у него, и он это демонстрирует, как какую-то ситху. Это вообще не ситха. То есть кому твоя рука сохшая поможет из окружения твоего? Это вообще никому. То есть ты прожил что, ради сохшей руки, что ли? В общем, это очень странно. Но тем не менее, Катя правильно подметила, какое-то количество людей, не совсем адекватных, возможно, послушает и скажет, а я буду в Московской области жить на кладбище, построю там себе палатку, утеплю ее, соответственно, и буду двигаться по стезе под Масамбаву. Нет, ребят, ничего не получится. Я вам просто рассказываю, какой путь у него был. Это он причем в юношестве, то есть это он в юношестве вот этим вот путем шел. На определенном этапе он понял, что те энергии, которые в этом мире есть, он, допустим, освоил мужские энергии через какие-то аскезы. Но есть еще альтернативная энергия. Это энергии, которые стоят за женщинами. И тогда он понял. На самом деле, он понял это еще до своего рождения. И по текстам до того, как он родился в этом мире, он в мире, где присутствовало большое количество дакинь, проявился и сказал им «Дорогие, есть очень рискованная задача перевоплотиться в эпоху Кали-юги, в мире людей, попытаться там выжить, попытаться, когда вы станете совершеннолетними, найти меня или хотя бы узнать меня. А до этого мне нужно успеть все эти кладбища прожить. И если кто-то из вас меня узнает, мы сможем реализовать то, что по отдельности невозможно». И какое-то количество таких дакинь дали согласие перевоплотиться. То есть они такой командой дружной ринулись вниз. Но, к сожалению, конечно же, Сансара взяла свое из этого большого количества смогли пробудиться на самом деле только две, двое из всех. Это Мандарава сначала в Индии и Йоши Цугиал здесь, в Тибете. Все остальные под весом, ну, видимо, каких-то общепринятых концепций стали жить, как все. Ну, наверное, да, стоит рассказать, как Мандарава проявилась. Вот когда он сидел на кладбищах и уже понимал, что на определенном этапе ему нужна будет помощница, то он начал искать мысленно девушку, которая должна быть достойна и обладать определенными качествами. Он понимал, что это практически невозможно. И он тогда решил помочь такой девочке, ну, вернее, да, нет, это ее дама, ее девочка нельзя назвать. Сущности. Сущности с доминирующими женскими энергиями он помог переоплотиться. Каким образом? Вернувшись в свою страну, где он родом был, где эта страна была, сейчас никто не знает, кто так говорит, это Пакистан. Ну, что-то я сильно сомневаюсь, что в Пакистане по текстам могло происходить, ну, настолько они достойно жили, как вот просто невозможно сравнить, как было тогда и сейчас. Поэтому, где эта страна находилась, никто не знает. Но, тем не менее, он наш, как бы, в определенный момент подловил правителя этой страны и его царицу, когда они занимались саитием, послал им очень сильную энергию, которая и позволила притянуться вот этой сути женской сильной энергии. И она, они как бы ее зачали. Девять месяцев рождается принцесса, ее по человеческим понятиям холер лелеет, но, тем не менее, ей строили одни планы, но под Масамбава, знал, что она пойдет совсем другим путем. И она действительно все на определенном этапе оставила и занялась дхармой. Что касается Йоши Цугьял, там вообще она через ад прошла, в прямом смысле слова. Родилась она более-менее нормально, тоже зажиточная семья, жила как могла. На определенном этапе ее знали, что красивая по местным меркам девочка растет, ее начали сватать женихи. Собралось какое-то количество женихов, приехали к ним домой, и отец говорит, легко, ребят, забирайте, мы сами уже готовы, потому что там какая проблема, приходят посыльные, сваты, наверное, это называется, и говорят, вот есть такой хороший, замечательный, пусть твоя дочка с ним на нем женится. Он говорит, без проблем, забирайте, я согласен, дочка говорит, ни за что, и она давала отказы практически всем. Потом все эти отказники, отказники, да, это называется, да, которым отказы, они собрались и сказали, слушайте, они нас вообще ни во что не ставят, мы их просто уничтожим всех, и они собрались и сказали, так, вы нам ее или отдадите, или мы вас сейчас просто всех уничтожим. Тогда папа ее взял, вытащил за дверь, вытолкнул и закрыл дверь и говорит, дочка, все, разбирайся с ними сама теперь. А эти решили следующее, они сказали, так, давайте так, вот она там стоит, кто ее первые, кто до нее добежит, первый возьмет, вот того она и будет. Ну, они же уже эти влиятельные перцы, извините за выражение, сами бегать не будут, поэтому они своих слуг сказали, так, вот вы бежите, кто из вас догонит, соответственно, коня вам подарю. Ну, эти побежали, в общем, один догнал, схватил ее и потащил, она схватила камень, ну, у него палка какая-то металлическая была, она уже все, ну, как сказать, собственность его, по спине отделал ее металлической палкой, пока сознание не потеряло, и потащили, значит, к так называемому мужу, в общем, да, дикие вещи, определенные с ней потом происходили, жила на некоторое время с этим так называемым мужем, пока не нашел ее под Масамбава и не вытащил оттуда. Стали нестранствующими егинами, я много что пропустил, Кать, потому что у нас... А, точно, он не нашел, он ее... Да, значит, возникла кризисная ситуация, Трисонда обратились к самому главному, Трисонда Цен говорит, так, хорошо, но если вы между собой не можете поделить, я заберу ее себе. Ну, и, короче, как это экспроприировал, она жила у него. И когда уже под Масамбава пришел в Тибет, Трисонда Цен ее подарил под Масамбаве, да, Кать, благодарю, что напомнили. И вот с того момента они уже начали каким-то образом облагораживать эту территорию. Что нужно было делать для того, чтобы эти ситхи достичь? Что она жила 250 лет, она не старела, у нее все эти 250 лет было молодое тело, она могла себе позволить вещи, которые выходят, опять-таки, за рамки общепринятых норм. Например, шла из региона в регион, здесь в Тибете, где-то повстречали какие-то бандиты, рэкетиры, ну, в общем, нехорошие ребята, по-моему, пять человек, если я не ошибаюсь, и говорят, так, девица, красная девица, а что у тебя красная шапочка в лукошке? Она говорит, да вас это не касается, я дхарму распространил. Она говорит, нет, нет, мы сейчас проверим, что у тебя в лукошке, соответственно. Ну, в общем, начали к ней приставать, она говорит, милые дети мои, вы что, говорит, хотите, что, чтобы, слушайте, я боюсь, как бы, пересказить, да, но логика в том, что она сказала, что вы хотите? Они говорят, а мы хотим тобой владеть, она говорит, без проблем, только давайте по очереди. И, в общем, она полюбила всех этих пятерых, после этого у них полностью изменилось мировоззрение и стали святыми. То есть, вот с этого момента, представьте, какая эволюция, был рэкетир-разбойник, который буквально смертоубийством занимался, его полюбила Йошо Цо Гьял, и он изменился на 180 грамм, он стал святым. Это известные личности их в Тибете, как бы знают, кто это такие, вот такая эволюция произошла. То есть, вы должны понимать, какого уровня достигла, но благодаря чему и какой ценой. Например, её подмасамбава с её другом да, это сложная ситуация, но, в общем, на определённом этапе он сказал, послушай, вот там-то, там-то живёт один парень, по-моему, он в рабстве даже был, Кать, да? Он был в рабстве у кого-то, но по своим качествам он был выдающимся практиком. и ёшицугьяу нужно было из рабства его забрать, сделать своим как бы партнёром в практиках, и некоторое время они должны выполнять определённые методики. Но он в рабстве, его не продают. Тогда она сделала следующее, она оживила, то есть, в богатой семье какой-то умер мальчик, ёшицугьяу оживила этого мальчика, и родителям этого ожившего мальчика скажите, а вы мне выкупите вот того раба и отдайте мне. И они, в общем, выкупили, отдали. Падмасабаба им сказал, вот там есть такой-то ледник, идите на этот ледник, выполняйте определённые парноямы, читайте определённые мантры. Они сидели на этом леднике до тех пор, пока у них не начались от мороза на теле образовываться волдыри. От мороза волдыри. Можете себе представить? То есть, сидели буквально до такой степени, парень не выдержал, у него там большие проблемы начались, и он оттуда ушёл. Йоши Цо Гиал сидела до последнего, и когда она же поняла, что это край, да, наверное, здесь в этом моменте нужно добавить. Дорогие слушатели, если вы услышали эту историю, пожалуйста, не пытайтесь это повторить. Это, возможно, была легенда, и это точно совершенно не для вас. Не нужно ехать куда-нибудь в горы Кавказа или Алип и пытаться повторить, ничем хорошим это не закончится. Потому что сама Йоши Цо Гиал, она бы там умерла. Умерла на этом леднике, если бы в последний момент, когда она же всё готова была умереть, покинуть тело, она вспомнила о Падмасамбабе, увидела его именно с той стороны, с которой и должна была увидеть, потому что она сидела на этом леднике для того, чтобы её взгляд, наявление, очистился. И вот адские переживания, которые у неё были, они необходимы были для того, чтобы она поняла, кто такой Падмасамбаба, какими качествами он обладает, и тогда она к нему обратилась, он сразу материализовался перед ней, и он её оттуда вытащил. В общем, она стала тем, кем она стала. Кстати, вот Олег Васильев ездил с нами в Марачку. Ребята, кто ещё в Марачку ездил? Володя, Саша Дувалин, ещё раз, четыре человека, Катя ещё, да? И всё. Валя ездила, по-моему. Значит, Маратика, тоже важный момент, который стоит рассказать, это история Падмасамбабы с Мандаравой, они в этой пещере, действующая пещера до сих пор, мы, к сожалению, один раз только съездили, и больше никакого желания туда ездить нет, потому что ну, этот акцион определённый, туда ездят очень много индийских туристов сейчас, и самое главное, там этот музон постоянный, наверное, 24 часа в сутки, какие-то колонки, там какой-то ашрам, видимо, индусский, и они в эти колонки, вот свои эти мантры, неважно, спят, не спят люди, они вот просто зомбируют, очень много людей, но такая сильная пещера, если когда-нибудь будет у вас возможность ездить, ну, съездите, но попрактиковать вам в тишине там не дадут толпы туристов, а? Да, сказал нам, помните, этот настоятель монастыря, который рядом, он говорит, осенью к нам приезжайте, мы тут всё вымываем в разбой, там, после этих хинду, и тут можно нормально и аккуратно попрактиковать всё чисто, ну, возможно, только осень, его понимание, это когда, октябрь, ноябрь? Ну, он, по-моему, с октября говорит, ну, возможно, да, возможно, и там под Масамава тоже с Мандаравой практиковали, Катя, не помните, под Масамава на ком летал в Бутан, на Йоши Цогьял, наверное, да? Ну, вот в этой пещере они обрели себе долгую жизнь, вот именно в Бутане, да? Нет, в Маратике с Мандаравой, понятно, в Гнезду Тигрицы это с Йоши Цогьял. Причём Йоши Цогьял, она периодически принимала, вот вы видели, сидел под Масамава, статуя под Масамава, он держит такой шест, да? Катванга. Катванга определённая. Так на самом деле это Йоши Цогьял. То есть она принимала форму вот этого жезла, и причём на этом жезле находилось три головы. Одна уже в состоянии скелета, другая полуразлагающаяся, а третья только срубленная. Представляете, вот какой, конечно, с точки зрения социальных людей, которые всё это слушают, ну, какие-то вот фантастические вещи. Ребята, ну, давайте так, вот объективно, мы живём в таком мире, что есть определённая категория существ, способных понимать только язык определённой силы или определённой магии, которая превосходит их способности. И если вы ходили в САМЬЕ, там вот сбоку комнатка такая специфическая. Помните, вот когда на первом этаже мы прошли, то с правой стороны комната, где в барабан сидит там, человек какой-то бьёт, а у всех статуй закрыты полностью лица. Да? Почему? Потому что у всех этих статуй очень гневные такие выражения, ну, то есть самое такое страшное. И какое, казалось бы, они отношение имеют к защите этого монастыря, потому что это защитники. Прямое отношение, потому что под Масамбава, когда сюда пришёл, здесь был какой-то демон, жил в этом регионе, который был против, ну, то есть его прикормили бонсы мясом, и он обрёл определённую силу, которая ему нравилась, жить на мясе, всё классно, ему постоянно жертвоприношение. А тут какие-то эти тщедушные буддисты, которые наверняка мясо ему давать не будут. И он решил им палки в колёса ставить, соответственно. И под Масамбава смог его с помощью определённого ритуала и ниток, нитками он создал узел мудрости. Знаете, такой вот узел, как его бесконечность ещё называют. Вот он создал из ниток этот узел мудрости, и с помощью определённых мантр этого демона, самого главного, здесь заточил. Но заточить-то мало, ему ещё нужно голову на место поставить. И когда демон понял, что под Масамбава имеет силы гораздо больше, чем у него, или гораздо больше, чем что-либо, о чём он слышал, то он начал с ним сотрудничать. И вот с тех пор он стал защитником. То есть до того он был демоном, но он стал защитником дхармы, как их называют. Более того, здесь вот если этого, где-то находится подъём, скорее всего вот в той стороне. Нет, нет, нет. Не могла вспомнить. Холм? Нет, нет, я про другое. Где след под Масамбавой? А Чимпу там. Чимпу. Вот если туда карабкаться, ну часика 2-3, наверное, то там будет монастырь, где под Масамбавой, с Тритсонда Ценгом, очень долгое время проводили в медитации. Почему? Где Регина? Регина, помните, вы спрашивали, а как же так? В общем, этот был товарищ Суценгомпо, который начал пытаться прививать сюда буддизм, но у него был министр, который, ну очень так, плохо себя вёл, мягко говоря. И на определённом этапе этот правитель решил от него избавиться. Следующим образом построили гробницу и послали этого министра проверить. Когда он туда зашёл, за ним закрыли дверь, и Регина такая наивная девочка, ну да, мы наивные тут, она говорит, ну как же так? Они же буддисты, как они его замуровали? Но дело в том, что воины, они всегда совершают определённые вещи за гранью морали. Ну то есть политика у них такая. Но дело в том, что вот в этой пещере Чимпу эти воины потом сидели и преодолевали аскезы очень такие жёсткие, глубокие, для того, чтобы эту карму преодолеть. Как звали у этого первого царя, который прям в ретриты после войн уходил? Как? Гесар. Гесар. Не в драк Ерпа этого? В драк Ерпа возможно. Я думаю, что много где. Очень много тоже практиковали. В общем, книжка называется «Гесар цар линга». Может, даже на сайте у нас есть. Вот. Вот была, но Влад утверждает, что скоро появится на русском языке. В печатном варианте обращайтесь в магазин «Умру». Влад вам предоставит. А что вы хотели? Я хотел добавить, вы рассказываете, что это место, оно под охраной защитников, вот такая легенда. И можно подумать, ну это легенда-легенда. Тем не менее, когда здесь были определенные события и все монастыри были разрушены практически под ноль. Сам я единственный, который не был разрушен. Да, здесь реставрация, здесь вот есть какие-то вещи новые, но сам я единственный монастырь, который не был трон. Так что... Да, возможно. Ну так вот, в этом царе, в этой книге о царе Гесаре, там конкретно говорится, когда они возвращались с каких-либо походов, то он со своими военачальниками уходил в ретрит, и там черным по белому написано, из-за того, что мы накопили тяжелую карму, нам нужно ее в ретрите пережить. И вот у правителей того времени было понимание о карме, и они постоянно практиковали для того, чтобы при своей жизни эту карму пережечь. Иначе будет вавка. Итак, друзья, в общем, в целом я как бы что хотел рассказать, рассказал о мотивации вам самостоятельно изучать путь под Масамбавы, читать книги. Для чего? Вы не так просто в этих местах появились в этой жизни. Наверняка у каждого из вас на разных этапах была какая-то взаимосвязь с теми историями, которые я вам сегодня рассказывал. И мой вам добрый совет. Читайте самостоятельные источники, пытайтесь вытащить на поверхность своего ума те грани Личности, которые хоть какое-то отношение имеют с событиями прошлого. Это крайне важно. Потому что хотите вы или нет, но вы социальные люди. Вы имеете ум, который ориентирован определённым образом на определённые вещи. То есть это определённые социальные вещи, которые у вас доминируют в сознании. Но проблема в том, что вам будет крайне сложно вот эти социальные стереотипы совместить с познанием самого себя. И большинство тех концепций, за которыми вы сейчас двигаетесь, большинство, я не знаю, за какими вы двигаетесь, но вы социальные люди. И большинство этих концепций, они будут вас, приведут в конечном итоге к не самым позитивным событиям в конце вашей жизни. Это статистика. Это не я придумал. Поэтому, если возможно, изучайте самостоятельное писание, ищите в себе определённую опору. Сейчас найти какого-то гуру или подмастамбаву, который вас возьмёт за ручку и куда-то повезёт, практически невозможно. Вам нужно будет карабкаться самостоятельно. Но эти тексты вам будут давать определённые намёки, которые помогут вам это сделать гораздо легче. Можете, пожалуйста, ещё резюмировать? Ну и можете, да, выскажите, вот в чём ценность этого места, и почему Терриционный пациент так хотел здесь этот монастырь основать? Энергия. То есть сформировали здесь определённую мандалу, энергию, которая позволяет практикам, находящимся здесь, или которые посещали эти места, вот за счёт этой энергии, это же мандала, вы понимаете, о чём речь? Нет? Он создан именно как в центре круг, четыре континента основных, вокруг забор. Это настоящая мандала, которая формирует энергию. И эта энергия как раз и позволяет достигать новых этапов познания самого себя. Точно так же, как дерево, под которым вы сидите, если вы научитесь когда-нибудь чувствовать, как двигается энергия, вы будете чувствовать, как в дереве эта энергия двигается. Вот почему практики прошлого всегда под деревьями пытались достигать лучшего или скорого познания самого себя. Какие-то вопросы? Можно я просто ещё одну версию выскажу? Просто не все люди способны почувствовать энергию. И, возможно, для тех, для кого важна всё-таки информация в текстах, для кого очень важно логически понять какие-то вещи, аналитическое мышление и в то же время медитация, возможно, просто существует такая версия, в чём ещё ценность места. Трисон Гоцен хотел, чтобы все тексты, которые есть в Индии, были переведены и привезены в Тибет, чтобы они были все сохранены в каком-то месте и далее распространялись. Здесь было монашество и так далее. И вот они пытались строить этот монастырь, благодаря Подмосамбаве и Шантаракшите они его построили и далее начали переводить все тексты. Вот со времён Будды перевели очень много. И вот кто из вас был в Индии, в Индии, в Наланде, помните, тоже про Атишу рассказывали, это великий индийский мастер и вот он был одним из настоятелем Наланды и у него были видения Тары очень часто, это был его идом. И в одном из видений Тара сказала ему, да, в Наланде очень много текстов, но в Самии во много-много-много-много-много раз больше. И вот с тех пор он мечтал попасть в Тибет, потом попал, вы ещё увидите его пещеру, когда мы будем посещать Тарак-Яр-Па, возможно, тоже мы ещё будем про него рассказывать. Так вот, про это место, Тарисан-Дуцен, очень хотелось, чтобы здесь было всё это собрано. И в принципе, благодаря ему, под Масамбавиш, Таракшиты, до нас зашли все эти тексты. И для тех людей, для кого важна информация, чтобы прочитать, чтобы обдумать, и потом уже предварить практику, это тоже очень важно для сохранения связи с хармой. Вопрос. Вот ступы стоят, и у всех ступ голубые глаза. То есть здесь арии побывали, или с чем это связано? У Будды были голубые глаза, тёмно-синие. Да? То есть это глаза Будды, получается? Угу. Есть примеры аналогичные. Книжка называется Йоганда Прамаханса. Что написал самый известный? Автобиография йога. Почитайте автобиографию Йоганда Прамаханса. Там описан типичный совершенно случай. Они ходили по разным учителям, храмам, каким-то местам силы, пытались искать какие-то крупицы знаний. И в одном месте они узнали, что там-то, там-то живёт прям махасит какой-то крутой, прям очень, но он очень такой как ревностный и очень строгий. Да, поэтому с ними не балуйся, не забалуйся, проблемы будут. Но они всё-таки по юношеству своему не удержались. Дайте, сходим, посоним одним глазком, кто ж там такой-то. Ну, соответственно, пришли, он на берегу реки какой-то, там сидел, у него какой-то шалаш, соответственно. Ну, сидел, не тужил, никого не трогал, смотрит, пацаны пришли. А он-то понимает, какой у него имидж в этом регионе. И он прекрасно понимает, для чего они пришли. Он говорит, а ну-ка, ходь сюда, досмотр, так сказать. Ну, они уже испугались, пришли к нему, он говорит, так, вы что пришли? Говорит, да вот нам сказали, что здесь какой-то Махасид. Он говорит, ну ладно, понятно. Говорит, вот там вот заводь у реки, там плавает труп, синий уже, вздутый, вытащите его и отрежьте с бедра какое-то количество мяса, вот в эту чашку наложите. Ну, те в шоке. Ну, то есть они брахманы были, для них как бы это вообще, ну, вообще очень странные вещи. Они пошли, кое-как вытащили этот труп, а он уже синий, но уже все, там запах жуткий. Кое-как там с бедра у него срезали это мясо, положили в эту тарелку или там, ну, какую-то миску. Принесли этому, этому. Он говорит, так, хорошо, мясо принесли, сейчас, говорит, бульон будем варить. Те вообще в осадах упали, развеете, говорит, костер, ну, развели костер, начали кипятить воду, бросают туда это мясо и начинают варить. Пенку снимают, вы знаете, как мясо варится, соответственно. Ну, он периодически там подходит, там помешивает, соответственно. Но те сидят в шоке, а они варят, варят бульон. Все сварили, они уже думают, что все, сейчас они съедят, а многие, наверное, не понимают, а что не убежать, а уже невозможно убежать. То есть, если вы пришли к какому-то учителю за чем-то, и если этот учитель имеет определенную энергию, от него уже уйти нельзя, пока он тебя сам не отпустит. То есть, это будет, ну, как сказать, они могли бы, конечно, убежать, но есть вероятность, они там же, вот за поворотом, барашками бы сразу и стали. И всю оставшуюся жизнь, они бы с них шерстку бы состригали. Поэтому они терпеливо сидели. Но когда сварили этот бульон, то там оказался рис с изюмом, по-моему, если я не ошибаюсь. И он их кормил именно рисом с изюмом для того, чтобы они просветлили. Многие подумают, Андрей, а зачем такие сложности? Можно сходить на рынок, купить себе риса, купить изюма? Потому что люди, которые действительно находятся на определенном этапе эволюции, они помогают даже тем, кто уже умер. И вот то тело, которое они смогли преобладать, то есть он смог из тела извлечь какую-то материю, но с помощью своей энергии из этой материи сделал то, чем он накормил других, и он знал, кого он накормил. Потому что Ягананда Парамаханса стал одним из ведущих учителей XX века, который, можно сказать, основоположник йоги. То есть большинство из вас узнали о йоге благодаря Ягананде Парамахансе. И тот мистик, который сидел на берегу этой реки, он знал, кто к нему пришел. И он накормил его тем, что изменило полностью его жизнь. Он своими собственными глазами увидел чудо, как из мертвого тела превращается сладкая каша. И он ел эту кашу. А вы скажете, Андрей, ну и что? Понимаете, в чем дело? Когда вы будете жить в социальной среде, даже если вы преподаватель, даже если вы преподаете, вы периодически будете находиться на грани сомнений, противоречий, страхов у каждого из вас. То есть ваше сознание будет находиться в таком состоянии, когда проще гораздо все бросить и жить как все. Причем эти переживания могут быть характера, который невозможно вынести обычному человеку. То есть очень сильное давление. В тексте «Вималакирти Нирдеш» описывается, там дословно такая строка есть. Бодхисаттвы создают трудности, которые непреодолимы для обычного человека. И только великие практики могут эти тяготы пережить. И вы спросите, Андрей, ну а зачем тогда такие тяготы? Я в двух словах сейчас попытаюсь вам объяснить. Скажите, пожалуйста, вы замечали такое? Вы сталкиваетесь с каким-то явлением, и вы на него смотрите, и вы уверены на сто процентов, что это явление, оно вот… Чтобы вам… Сейчас я вам прям пример приведу. Вот есть сумка. Какого она света? Хать. Ну, с зеленцой. Да, вот с зеленцой, да? И вы смотрите вот своим человеческим зрением, биологическим, и вы понимаете, что она с зеленцой. И вы в этом уверены. Это реальность, которую вы переживаете на уровне своего биологического зрения. Допустим, вы стали практиком продвинутым, и у вас расширился аспект восприятия, и вы увидели, что вы начали видеть уже энергию, не просто свет, но вы начали увидеть, допустим, свет. А если эта сумка ездит только по местам, она лежит в таких вот хороших местах, эта сумка побывала, где она только не побывала. Сколько кор она прошла. Ой, сколько кор она прошла. У нее уже поотлетали эти, видите, вот как эти называются, бегунки, да, уже есть какие-то кольца под каких-то ключей, но она жива, эта сумка, да? К чему я это все говорю? У человека восприятие реальности полностью оценивает ситуацию в соответствии с его уровнем развития. И огромная драма заключается в том, что чаще всего, наверное, в 95% случаев, когда вы человеческим зрением или своим умом оцениваете что-то, вы будете делать выводы ошибочными. Практически всегда. В 95%. То есть если у вас есть ум, и если у вас этот ум, он привык выживать в сансаре, вы никогда не сможете правильно оценивать ситуацию. Никогда. И вот для этого нужны учителя, которые помещают ум рецепиента в определенные экстремальные условия для того, чтобы он в этих экстремальных условиях по-новому пережил определенную карму и по-новому начал смотреть на реальность. Где Коля у нас? Он там, быстро. А, хорошо. Просто недавно с Колей поехали на Кавказ, и там были определенные события, кто-то с кем-то там поговорил, и у Коли случился кризис. Соответственно, прошло некоторое время, Коля вернулся в ауру, пожил и подходит ко мне перед поездкой, говорит, Андрей Николаевич, я, говорит, сам не понимаю, что меня так понесло. А он там, в общем, продавливал определенную правду, реальность такую, не столь важную, какую. Но прошло буквально две недели, и у него изменилось восприятие реальности. Но тогда он был уверен, что он полностью прав в определенных суждениях. И учителя, они необходимы как раз для того, чтобы вам показать альтернативу. И под Мастамбава или описание его жизни, они крайне важны, если вы захотите в этой жизни жить шире, чем обычная человеческая Личность, ёмче и глубже вам придётся двигаться на пути, по которому мало кто сможет пойти. Даже если вы своим умом захотите по этому пути пойти, вы не сможете, если вы только из жизни в жизнь на этом пути не находитесь. А в этой жизни, получив человеческое тело, человеческий ум и глаза, вы лишь забыли на некоторое время то, как вы жили из жизни в жизнь. Год до дна своего просветления, кто что-то практиковал, почему-то учился. У него, да, было три учителя основных, которые его основу медитации учили. Ну, какие-то боги, с чем-то связанные, с какой-то религией. Ну, это индуизм обычный. Да, обычный индуизм был, а не брахмы. До нас дошли много разных легенд. Был такой будолог Валерий Павлович Андрусов. Он собрал очень много информации, в том числе о Будде, и составил жизнеписание с разными ссылками на то, что смог пойти, потому что он с точки зрения науки. И вот он описывал, что Будда в самом начале своего пути изучил йогу полностью. Причем он настолько быстро все освоил, более того, я даже читала, что стойку на голове, разные все асаны, он освоил просто вот практически сразу. И он понял, что это не решает ту самую проблему, за которую он пришел. Да, правильно. Все правильно вы сказали. Еще какие-то вопросы? Да, ребят, давайте завершающий вопрос. Сколько? Минем. Да, у нас 10 минут. Когда Будде задавали вопрос про нирвану, он говорил конкретно, это вот в сутрах прям дословно. Вы не должны задавать этот вопрос, потому что на человеческом языке невозможно это описать. То есть это определенное видоизмененное состояние сознания, которое Личность трансформируется кардинально. Но по текстам нирвана существует, существует. Мой вам добрый совет. Идите тогда дальше. Я приведу свой пример. Когда я начинал изучать какие-то течения или направления, я учил сразу все. Меня и индуизм интересовал, и йога, и буддизм, христианство. То есть я везде пытался что-то найти. И в России образца 90-х годов буддизм обычно продвигался вот такой хироводийской линии к нирване. Потому что вот жираянщики, которые в то время тоже были, они просто пугали неадекватностью. Потому что точно так же можно было посмотреть, как живут вот жираянщики, и было понятно, что что-то ребята не туда немножко идут. И, соответственно, мы хироваду изучали. Примерно в 2000 году я нашел три сутры Вималакирти Нирдеш сутры, Садхарама Пундарика сутра и сутры Бадхисатова Всеобъявленная мудрость. Они вот одним томом на каком-то украинском сайте были опубликованы. Точнее, две точно Садхарама Пундарика Вималакирти, третья со слоном, скорее всего, это Бадхисатова Всеобъявленная мудрость. Да, все верно. Три третьи сутры. Вот тогда они сделали переворот, потому что можете даже запомнить или написать, мне пришлю прям ссылку на 16 главу Садхарама Пундарики, где Будда рассказывает о своей нирване. Ну, то есть получается, если Будда ведет нирвану, то он же сам там должен находиться. Но в 16 главе он конкретно говорит, тем, чем я занимаюсь, я занимаюсь очень давно, но я буду заниматься этим еще дольше. А во второй главе Садхарама Пундарики, мудрец Шарипутра, причем сейчас вы найдете на русском языке версию, у нас на сайте даже ее отредактировали, к моему большому сожалению. Я недавно искал на сайте вторую главу, и там тоже она уже отредактированная версия в переводе Игнатовича. А был перевод до этого, где в переводе дословно говорится, Шарипутра — 80-летний старец, который около 40 лет был около Будды, 40 лет слушал Будду про нирвану. И во второй главе, когда Будду начал давать предсказания, Шарипутра в первом переводе было дословно подпрыгнул от радости. Нужно понимать. Вот представьте, 80-летний старец подпрыгнул от радости и начал смеяться, говорить, Будда, я долгие годы по ночам ходил в парке и не мог понять, почему ты нам говоришь одно про нирвану, а бодхисаттвам другое. Я не мог понять, почему, и только вот сейчас у меня сложилась картина. Потому, короче, для тех… Будда, он говорил, «Дхарма — она как облако». Дхарма — одна, как вода. Дождь идёт, и каждый цветок получает эту влагу, но от своих качеств будет разный плод у этого цветка. А дхарма — одна. Слабые пойдут в нирвану, которые только страдали, и им нужно какое-то облегчение. Ну, облегчение в санаторий, да, вот в санаторий. Нирвана — это санаторий. Но те, кто посильнее и кто не первый раз по этому пути карабкается, они будут думать о пути бодхисаттва. И на пути бодхисаттва они будут жить не только ради себя, но в первую очередь, достигнув определённого уровня, задумываться об окружающих. Друзья, благодарю, что выслушали. Субтитры создавал DimaTorzok